Эта игра очень популярна, то есть уже на сегодняшний момент более 100 миллионов скачиваний по всему миру, и я решил как бы посмотреть, чем же эта игра так понравилась всем. В этой игре, получается, предыстория такая. Один боец ходил по миру, искал себе каких-то соперников и наткнулся на врата, я так понимаю, в другой мир. Открыл их и выпустил разных злобных теней, которых ему предстоит теперь побеждать. Что-то в этом роде. А вот и сенсей, это наше обучение. Прекрасно, мой зазнавшийся ученик вернулся. Я вижу, ты потерял своё тело. Какое несчастье. Ага, то есть он сам стал тенью. С другой стороны, теневая форма даёт тебе особую силу. Сначала покажи, как ты двигаешься. Так, что-то я не успел ещё на груши поработать, а уже меня сразу в бой кидают. Интересно как-то. Так. Ух ты. Ничего себе. Получай. А как это он так сделал? Да, пока научишься всего. Ну, в общем, с горем пополам, как-то я его ударил. Второй раунд. Ничего себе. Да, тут получается ещё учиться и учиться. Чем чаще я использую разные комбинации, тем лучше. Но их ещё нужно выучить, ведь. Ух ты, даже можно прыгать. Только когда знаешь уже, как это делать. Практический удар. Ничего себе. Ух ты. ПТ я его вырубил. Да, какой-то приз. В общем, какие-то монетки заработаны. Я не сомневался в тебе. Теперь тебе нужно купить оружие. Заходим в оружие. Так, и что у нас? Только ножи пока мы съесть, да? Купить. О, с ножами уже интереснее. В теневой форме ты не можешь умереть. Предлагаю сразу вызвать на бой одного из демонов, а именно рысь. Я знаю, где найти его. Открой свою карту. Так, вот она, рысь. Так, это получается, что телохранители у неё? Пять штук, что ли? Что-то мне это не нравится. Кто ты такой? Я не собираюсь тратить своё время на какого-то жалкого червя. Это Шин. Слабейший ученик в моём ордене. Победи его, если сможешь. Тогда, возможно, ты заслужишь право сразиться со мной. Ох, ничего себе. Надо пять человек победить, а потом уже к нему. Это круто, конечно. А жизни мне даются на каждого. Другие. Кто-то будет мне рассказывать ещё, как здесь драться. А то что, сразу получается, в бой кинули. Я пока не могу понять, как здесь драться. Так, что ж он без конца. Как я это сделал? Не знаю. В общем-то, нажимая что угодно, а у них же получалось хотя бы жизни. О, уже так начало получаться. Получится, главное, реагировать на его удары. Ух ты. Согласитесь, что уже немного всё-таки лучше. Вот так вот. Обалдеть. Вы это видели? Он мне полжин не снял почти сразу. Я думал, что я уже победил. А он так вот раз и всё. Ну, в общем, вот какие-то я опыт заработал монетки. Это хорошо. Так, подождите. Это первый был, да? Я глава Ордена Ассасинов. Ты слишком ничтожен, чтобы сражаться со мной. Но твоя драка с шином меня немного развлекла. До встречи. Вот так вот. Оказывается, мало кого-то победить. Нужно ещё там что-то сделать. О, какая девочка. Привет, меня зовут Мэй. Я спец по оружию и доспехам. Лучшее в этих краях. Могу я поработать на тебя? Ну, конечно. Правда, у нас денег нет. Но это уже второй вопрос. Отличный выбор. Теперь твоё снаряжение будет в идеальном состоянии. И я помогу тебе с любыми проблемами. И вот тебе мой первый совет. Ты можешь зарабатывать монеты в турнире. В каждой стадии противники всё сильнее. Но и приз будет больше. Так, мне бы ещё научиться браться. А меня уже в турнир кидают. Ладно, давайте попробуем. А, вот. Стадия один из двадцати четырёх. Ничего себе. Обезьяна. Так. Так, я его в углу задал. Надо не выпускать. Всё. Да, видно, совсем всё просто. Поехали. Получается, нужно два раза, да, выиграть, чтобы победить. Да что ж я вот так... Ох ты, ничего себе. О, погнали в наших городских. Так я так хотел сделать. Слушай, друг. Так я вообще с какой стороны что-то я... Ох ты, не достал. Да, конечно, всё хорошо, но откуда меня лупят в небодецкий? Меня пока здесь просто везёт. Так. Приз 40 монет, 50 опыта. В общем... Стыдно на это смотреть. Ты великолепен, да неужели? Зарабатывай монеты в турнире и покупай снаряжение, чтобы победить бойцов Рыси. А теперь Сенсей. Неплохо, ты получил второй уровень. Твои умения выросли. Заходим в профиль. Так, умений у нас нет. А, вот видите, нам будут теперь с каждым этим... Рассказывать, что нам делать. Двойная подсечка. Получится вниз и два удара, да? Давайте изучим. Отправляйся в Дадзё и попробуй новый приём. Дадзё это зал для занятий. Так, давайте. Где у нас Дадзё? А, вот, сверху. Так. Ага. Отлично. А ещё можно вот удары смотреть. А я-то думаю, что я ничего не могу сделать. Я ещё просто ничего не выучил. Обрати внимание, что блок ставится автоматически, если ты не делаешь другой приём. А теперь вернись на карту и продолжи свой путь. Так, там вообще-то куча оружия там было в меню. Но пока нам не говорят, чтобы покупать новый. Новое. Или пока мы не проиграем. Будем пользоваться старым. Ох ты, какая девочка. Сейчас я её подсечками этими задолгу. Опа. Отлично. Вы это видели? Отлично. Давай, давай, давай. Ох ты, как она меня киданула. Порядок. Жало. Отжалось. Раунд два. Раунд два. Опа. Ну как мне прыгать там? Это всё, наверное, в будущем расскажут, да? Потому что пока мне всегда просто как обучение. Ох ты. А, это я её сделал. А как я это сделал? Слушай. В общем, жало. Всё. Готово. Не, прикольная такая игра, если разобраться. Только нужно, чтобы знать кучу комбинаций. Так, нравится, да? Пожалуйста, поставь пять звёзд в нашей игре. А позже поставлю обязательно, когда не буду записывать эту игру. Так, стадия три. Давайте попробуем. Даже не знаю, сколько уровней пройти и что сегодня записать. То есть тех, кто играл уже в эту игру, конечно, им это будет неинтересно. Отлично. Как бы... Для тех, кто ещё эту игру не знал, то всё-таки как бы введение не такое уж оно интересное. Просто я видел, что в этой игре миллионные просмотры по записи. Значит, она нравится людям. То есть, в принципе, из-за этого я и захотел её записать. Потому что на нашем канале, в принципе, в основном детские игры. Но, тем не менее, можно попробовать записывать и такое. Блин, а я сейчас могу так и проиграть, смотрите. Но не сегодня. То есть, вырубил его ударом ноги в голову. Как это? А я думал ему подсечку свою любимую сделать. С которой я единственным пока не смогу. Ха-ха, класс. И он тоже мне двояной подсечкой сделал. Ну, иди. Чего, боишься? Отлично. Сразу ему... Блин, я должен был первый тебя ударить. А, смотрите, я проигрываю. Это плохо, конечно. Так, что ж ты сделаешь? Всё. Проиграл. Ну, это первый раунд. А, получается, мы по одному раунду вдруг его выиграли. Получай. Ого, это я, что ли, делаю? Посмотрите, я, получается... Как будто специально меня так забивают, что я ничего не могу сделать. Обалдеть. Просто я ничего не мог делать. Всё, меня вырубили. Обалдеть. Просто царапина. Ух ты. Даже отдали денег немного. Ну, видать, это так и было задумано. Потому что я первый раунд выиграл, в принципе, несложно, а потом второй, третий проиграл. Это, конечно, плохая отмазка, но всё же отмазка. Ох, похоже, тебя сильно побили. Твоё снаряжение бесполезно в этом турнире. Пора купить какой-нибудь доспех в магазине. О, вот то, что я говорил. Нам скажут, что хочешь побеждать и покупай. Так. Робо. Броня, получается, и удар. Получается, я могу купить её за 150 монет или за 12 каких-то красненьких штучек. Всё, купил. Оружие. А, кажется, теперь пора задуматься о памятнике нового шлема. Ну, видите, он стоит 180 монет. Как я его куплю, если у меня нет монет? Ну, примерить. И что? Монет-то нет. Понял. Значит, нужно пойти. И заработать. Но, в принципе, я себе купил... Э-э-э-э-э-э-э... Доспех. Поэтому... Сейчас я этой шутнице, по идее, должен уже не могу... Показать. Ох ты. Ну вот видите, я ее, в принципе, бью, и она особо там, ну, не спротивляется, конечно, но все-таки не так, как прошлые бои. И все, вот я ее вырубил, у меня больше половины жизни осталось. Шокирующий исход, так как, значит. Ай-яй-яй, больно. То есть уже у меня такие удары посильнее будут, видите. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, то воду я ее вырубил. Нет, еще осталось чуть-чуть жизни. Как бы ее так хорошенько, вот так вот, к ней, видели, подошел. Ну и что? Что теперь скажут? Заработал себе на шлем. Круто, 138 монет. Теперь можно сходить вот сюда. А, нет. Так, вот. Проиграй бой. Получил какую-то награду. Шокирующий исход. Тоже получил. Так, дальше. Про это нам еще не рассказывали. Осторожно, заблокируй все удары противника в 5 раундах. В любом режиме, кроме боя на выживание. Круто. В общем, достижений здесь куча. Но мне сейчас интереснее все-таки купить себе шлем. Вот. Теперь у меня на него деньги есть. А, и что теперь? Нужно 200 монет на вот такие вот кастеты. Ясно. Кристаллы там и так далее. Ладно, давайте еще разок. О, все. Ты можешь получить кристаллы бесплатно, посмотрев видео или выполнив задание. Так, в общем, за видео дали один кристалл. Я рассчитывал на больше. Ну, пускай и так нормально. Так, что нам скажет наша помощница? Скажет, иди делись, зарабатывай деньги. Ну, что, давайте еще, наверное, разок постараемся победить. На сегодня, наверное, хватит. Надеюсь победить. В принципе, шлем купили. Ничего себе. Так, стоять. Да, он, смотрите, он, по-моему, кулаками дерется, да? А мы все-таки... Все-таки мечами, поэтому урон такой. Ай-яй, больно. Вот так вот, получай. Фух, первый раунд нормально прошел. Надеюсь, второй так и само пройдет. То есть, пока мы купили все, что нужно, от нас требовали, то мы будем выигрывать. Только скажут, покупай что-то еще. Ух ты, ничего себе. Так, что, что делаешь, а? Больно-то, однако. В принципе, пока мы все побеждаем, но все-таки так тяжело идет. Был бы, были бы у него оружие какое-то в руках, то он бы болевым выиграл. Фух, все-таки вы победил. Так, 170 монеток, бонуса обидеть особо никаких, потому что я, ну, скажем так, пока вместе еще ничего не умею. У меня есть 226, да, ой, 266 монет. Что, могу себе купить какие-то... А, стоп, же, тут же были какие-то кастеты. Так, у этих 5 урон. Кастетов что, 20? Обалдеть. Давайте купим кастеты. Ну-ка, сейчас посмотрим. Если бы еще показывали где-то наши характеристики, я был бы рад. Так, ладно, раскупил новое оружие, а хочу еще провести хотя бы один бой. О, опять эта жала, стоп, она ж была. Я ж ее отжал. Ох ты. Сразу как она нехорошо с нами поступила. Обалдеть, слушайте. Так, что ж она делает, а? Со мной. Девочка, ты меня... Подришь. Обалдеть. Получай. Обалдеть, она выиграет сейчас. Вот так вот, и еще разок ее. Ну. Ну. Есть, смотрите. Обалдеть, на каких-то цилах. У меня осталось там буквально на один плевок. А, ну вот видите, какое-то достижение на грани. Ну. Это она меня критически бахнула, да? Вот так вот, смотрите, как я пошел ее раздавать. Да, во второй раунд все-таки я ее как-то приговорил покрасивее. Сам почти целый остался. Так. Ну что ж. Что-то нам помощница наша говорит. Какие-то бешенства. Отключение рекламы. Супер приз. Так, ну что, все-таки отключение рекламы это всегда хорошо, поэтому я стартовый набор купил. И достиг, видите, третьего уровня. А, неплохо, ты получил новый уровень, номер три. Твои умения возросли. Давайте зайдем в профиль. Так, платеж совершен. А смотри, теперь тебе стал доступен первый предмет с особым свойством. Ты можешь нажать на иконку под ним, чтобы увидеть подробное описание. От тонфы бешенства. Интересно, а что нужно? А, это мне их дали сразу, да? А, как это мне сразу дали? Что, их покупать не нужно? Аниистовство. Шанс на повышение урона на 150% в течение 5 секунд после нанесения удара. Этот шанс зависит от силы свойства. Ничего себе. Круто. Свойство 110. Вот нам доступна новая экипировка. Не знаю, стоит ли ее покупать. Следующая пока мы закрыта. Давайте купим, ладно. Свойства отсутствуют. И шлем, смотрите какой крутой. А, его можно получать... Это получается он у нас есть, да? Или его покупать надо? Ой, не знаю. А, не, вот тот надо покупать за кристаллы. А этот можно купить за монеты. Все, купил. Отлично. Так, ну вроде бы все. Покаместь. Ага. Навык. Умение. Кобра. 40% шанс, что первый удар в бою, нанесенный в течение 3 секунд, снимет дополнительно 10% от здоровья противника. А отчаянный 15% к урону, если меньше 20% здоровья. Наверное, все-таки отчаянный лучше. Так. Можем пойти. Еще раз повоевать. Твой стиль не похож на все остальные. Позволь мне стать твоим учеником. Только ты сможешь научить меня настоящему мастерству. Блин, нам самим бы еще поучиться. Мне не терпится начать. Нажми в дэдзё. Чтобы приступить к тренировкам. Прикольно. С кем мне тренироваться-то? А, то есть я могу заходить сюда? Разные комбинации придумывать, да? Это я, наверное, сам, когда перед следующей записью сюда зайду, потренируюсь хорошо. Так, а где же ученик? Вот ученик. А, понятно. Ого. Ого, ученик, вы это видели? Ничего себе. Да, слушайте. Этот ученик меня сейчас с два счета уделает. Ага, вот надо использовать еще вот эти прыжки всякие там и так далее. Ох ты. Вот так вот можно делать. Ну, в общем, ясно. Все, мы потренировались с ним, хватит. Давайте пройдем еще одну миссию. Стадию, точнее. И на сегодня хватит. Потому что так я уже этот обзор задержал. Думал, поменьше его сделать. Надеюсь, закончу на хорошей ноте. Я прикупил себе новую броню, новый шлем. Ага. Прям так вот. Ух ты. Блин. Да что ж он меня так убит, да? Да, а боги. Может только за счет того, что у меня... Ай-яй-яй, вот это у меня. А вот сейчас мне как раз понадобится... Да, что-то он вообще мне ничего не дает сделать. Все, он меня вырубил. Эх, надо тренироваться получше. Может только второй бой повезет. Получай. Или это я получаю, я пока не понял еще. Да, пока миссия, походу, я получаю. Так что ж он меня ногами так обрабатывает? Так, какой-то он крутой уже, смотрите. Или палки эти какие-то непонятные, что-то они вообще ничего не делают. Да, мне пока миссия до него, видите, рано. Саваться, так я не знаю, что мне нужно. Так, что ж ты сделаешь? На стремительно поровну дырить. Только он мне что-то... Ох ты, вот это я его вырубил. Так, а до меня малышей не остается, я все не бью. Так, по одному раунду мы с ним выиграли. Ох ты, вот это было круто. Что-то у него все в блоке уходит. А что ж он постоянно прыгает? Оно, вот это я его по ноге баф, так хорошо. Да, и он меня вообще-то не кислот так отработал. Блин, ну я вроде нормально его выступал по нему. А он взялся и все, в всей жизни почти мне... Ну, еще разок. Ну, и разок еще. И... Последний раз. Все. Фух, это было нереально тяжело вообще. Вроде бы ничего особенного. Я знаю еще один способ заработать монет. В боях на выживание противники нападают на тебя один за другим. Попробуем. Блин, ну что, ладно. Больше противников победишь, больше приз. Я знаю отличного кузнеца, готового улучшить любое снаряжение, воспользуясь кнопкой улучшения в магазине. Не, все-таки, наверное... Не, все-таки, наверное... Где улучшение? Вот это вот, да, получается, улучшение. Нет, 160 монет. Понятно. Так, ну что же, друзья. Я все-таки буду заканчивать наш обзор. Если вам эта игра понравилась, то пишите в комментариях об этом. И я ее обязательно продолжу. То есть, если вы скажете, что она вам нравится, я буду записывать ее довольно-таки часто. Ну а на сегодня будем наш обзор заканчивать. Надеюсь, он вам понравился. Пусть я только и знакомлюсь с игрой, но я старался честно. Если вам это видео понравилось, то ставьте лайки. Делитесь этим видео с друзьями. А так же, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Оставайтесь в нашем канале. Давайте советы по играм. Предлагайте игры. Будет много интересных обзоров очень скоро. Поэтому будьте с нами. Пока-пока. Пока-пока.